Привет, Пелотон, с вами Зет, и это последний четверг этого месяца, а значит что? Правильно, у нас новая обнова, сороковая, юбилейная, это будет прохождение летнего сезона, и погнали! Так, и для начала давайте так, у меня есть классная идея, я хочу между вами разыграть три игры. Смотрите, во-первых, как это будет все происходить? Вы заходите к нам в дискорд сервер, предварительно подписавшись на канал на этот, и поставив лайк. Заходите вот в эту беседу, Forza Horizon 4, 27, это будет розыгрыш вот здесь вот. Смотрите, сюда пишите свой порядковый номер, то есть если вы первый, то вы пишите свой номер 1, и рядом свой ник в Steam. Дальше, если вы, допустим, 256-й, а перед вами 255-й, то вы что пишите? 256-й, я думаю, понятно. И также будут разыграны еще две игры, Need for Speed Payback и Need for Speed Heat. Что будет как происходить? Делайте в другую уже группу, потому что это будет разыгрываться первого числа. И здесь, собственно говоря, пишите то же самое, что и было с Forza, то есть порядковый номер и свой аккаунт в Steam и название. Всем удачи, всем всего хорошего, ну и мы переходим к сезону. Что ж, давайте игр фестиваля обозрим, прогресс самой серии за завершение всей серии всех четырех сезонов. Итак, у нас пропуск за кулис уже традиционно за 50%. За 80 салидность 1, фигня какая-то, мне он не нравится. Из того же обновления у нас, 36-й что ли это было, в общем, Mazda Cosmo за 50% этого сезона берем. Очень классная редкая тачка, реально редкая машина. Кто не помнит, что недавно тут выходила по GDMA Edition топ редких машин, сверху подсказочка, посмотрите. Ну и за 80% мы получаем уже легендарную МЦ-12 Maserati, которая у вас 1 900. Просто хотел сказать неприличное слово, но, в общем, сделают плохо вашим соперникам. Мы погнали к фотоиспытаниям, и здесь мы перемещаемся на своей культовой машине. Вот вы видите, быстро сейчас пролисту список этих культовых машин перед вами. Mortimer Gaddens, перемещаемся мы с вами. Фоткаемся здесь, я вот взял этот DS-23, или как он там называется, легендарная машина. Напишите в комменты, кстати, какое у него прозвище, потому что я примерно помню, какое-то женское что-то там связано. Напишите в комменты. Итак, Фарзатон Большое Испытание. Как вы помните, в прошлой серии по прохождению сезона на прошлой неделе, это была у нас весна, я попросил вас, ребят, если у кого есть желание засветиться у меня в ролике, просто помочь мне. Просто оказывается здесь со мной пообщаться, помочь мне с материалом, с контентом, пожалуйста, welcome. Можете снять свое прохождение сезона и мне прислать. И я получил от бетона прохождение Фарзатона. Как бы странно это ни звучало, но, чувак, большое тебе спасибо. Очень круто, спасибо большое, прям порадовал меня. Итак, для этого берем Сален С1 в тюнинге бетона. Вот он тюнинг, посмотрите, он сейчас перед вами. И что нам нужно будет с вами сделать. Итак, садимся в этот классический суперкар, именно Сален С7. Далее выиграем три заезда шоссейной серии, собственно, как вот и полагается. Все за рулем своего классического суперкара, как он демонстрирует бетон. Далее, третье задание. Находим радар, значит, на римской мире. Вот. И зарабатываем три звезды за него. Помните, такие задания здесь суммарно нужно брать, допустим, девять звезд. Это чуть-чуть другое. Здесь нужно именно проехать на максимальное количество, то есть на три звезды его нужно проехать. То есть по три раза проезжать на одну звезду у вас не получится, нужно именно три проехать. И последнее задание в Форзатоне это проехать 24 километра. И как я вам предлагаю сделать, можно открыть легендарный Голиаф, проехать его и получить баблишек. Так что все круто, спасибо бетону большое за то, что он прислал. Если у вас есть желание заснять свой сезон, засветиться видео, ссылки оставляю на ваши соцсети. Просто ребята не захотели, у них спрашивают. Welcome, просто пишите мне в Дискорде, скидывайте на своем гугл диске ваше прохождение. Я вставлю это в видос. Форзатон Дейли испытания. Конечно же, вы знаете, что это раз в день открываются, раз в 24 часа. Поэтому заходите в игру и их собирайте. Что у нас в Форзатон Шопе за Форзапойнты на этой неделе. Погнали. Ниссан Р390 за 100 Форзапойнтов. Ребят, как делаем? Вот схема вам просто проверенная, прошаренная. Смотрите, покупайте один Ниссан Р390. Открываете у него в автоталантах LM. Есть Ниссан там Форзе Эдишн. Продаете их оба, опять за 100 Форзапойнтов покупаете. Короче, схема реально рабочая. За 100 Форзапойнтов вы нафармите охренеть сколько бабла на этой неделе. Так что имейте в виду. Ну и Пежо Ралли для коллекции вообще велком берем. Диабло ГТР. У нас в Супер Севне. Берем. Вообще тачка-пушка Метакатлета. Это очень классный автомобиль. На моей памяти он круто и в С2 едет, и в С1. В С2 он вообще особо, особо опасен. Так что, ребят, у кого его нет и кто хочет побеждать в С2, просто зимой и летом везде проедет, везде пронесется. Очень крутая тачка. Но из ставки по привычке уже, по традиции, пишите мне вниз, потому что я в это не играю. Но я знаю, что есть люди, которые играют, и на прошлой неделе, между прочим, 599 XXA выиграли. Так что, если я вас заинтересовал, пройдите, пожалуйста, и напишите в коммент. Я лайкну ваш коммент. Погнали дальше. Триал. Какую бы машину я сюда бы взял? Значит, классические ралли-кары. Что я вам посоветую взять? Это Лянчи Стратос. Я думаю, ни для кого не секрет, что она очень хорошо будет ехать в этом классе. С-600 именно. Потом Купер можно взять, 65-й. Это тот самый, который изначально вышибал. Ну и попытайтесь затюнинговать Escort RS-1600. Я напоминаю, что в комментах можно общаться и писать, предлагать друг другу разные тюнинги, просто когда скидывать. Вот у меня на D500 очень хорошо получился Escort. Он очень круто ехал в D500. И вы можете реально попробовать его в С-600 затюнинговать. И можете прислать людям в комментах, показать свой тюнинг. И они, конечно же, его скачают. Я прям уверен, если вы поможете людям с тюнингом, будет очень круто. Погнали дальше. Как вы знаете, игровые площадки. Можно ехать сюда даже на стоковой машине, проиграть, выиграть. И, кстати, в Триаль с недавних пор так тоже можно. Так что, ребята, у кого не получается выиграть, там вы все-таки, блин, перезапускаете. Там не доехали в последнюю гонку. Не надо. Просто доезжайте, что игровые площадки, да, в позоре, но зато с призом. Тоже достижение. Итак, Хуниган RS200 Evolution у нас с вами на радаре. Видео уже от моего подписчика Джиликса, который мне присылал. Спасибо ему тоже огромное за это. К сожалению, видео Бетон у меня почему-то скачалось. Тоже с прохождением радара и скоростного участка. Но так и не прошло. Кстати, по этому радару Бетон проходил на 599. И я поддерживаю и оба решения. И по RS200 Evolution, и по Феррари. Прыжок, как вы видите, опять-таки, Джиликс проходит у нас на Форде RS200 Evolution. Точнее, это даже больше Хуниган. В производителях написано Хуниган. И здесь тоже можно, опять-таки, на выбор 599. ЕСКО многие сюда берут. Бугатти Верон, Широн. Ну, короче, хороший вариант все равно будет Хуниган. И я полностью поддерживаю. Это Тойота Баха тоже может быть. Кстати, про Тойоту Баху. Когда я смотрел видео, которое у меня скачалось, почему-то не открывалось. Бетон его проехал именно скоростной участок на Тойоте Бахе. А Джиликс же едет, опять-таки, на Форде. То есть, универсальная машина. С каждым разом поражаюсь ей все больше и больше. Ну, а мы идем дальше с вами, конечно же, в гонке. Итак, у нас дальше будет гонка Италия S1900. Опять-таки, гонка Джиликса. Спасибо тебе еще раз. И все остальные гонки тоже от него будут. Смотрим, что у нас тут. Это Феррари Челлендж Стародалия 360. Да, согласен абсолютно с этим выбором. Но Италия S1900 на моей памяти всегда хорошо ехал. Еще не стоит забывать про ATS GT и Альфа Ромео. Блин, то ли 4C, то ли 8C, которая в Форзе Эдишн. Вы понимаете, о чем она белая в стоке. Так что, вот эти машины берем. И, конечно же, получаем за все эти гонки призы. Погнали дальше. Передний моторный, полный привод. B700. Видим, что человек взял Меган. Кстати, очень необычный выбор. Если бы я брал, то, наверное, скорее реально вот CRX, которая сейчас едет перед нами. Но также, блин, я на самом деле мало езжу в таких классах. Но на самом... Вот если подумать, то, в принципе, можно понять, почему Меган. Мне кажется, да, относительно юркая такая классная машинка. Но вот человек на Хиндай, ну, необычно, так скажем. Прям совсем необычно. Реально, больше придет на ум какой-нибудь реально Меган. Или прочие вот эти, знаете, малолитражки, которые по городу перегуляются. Ежели чем Хиндай. Ну, и за это мы с вами опять-таки получаем призы. А, ну, добрались мы с вами до суперкаров GT S1 900. Во-первых, эти все хрени, в основном, это у нас класс Гран-Туризма. Которые вот эти чмошные задние приводы. Так что, ребят, если вы хотите здесь ехать, то делайте себе, пожалуйста, полный привод. Ради всего святого просто. И Ferrari, кстати, 599. Это, по-моему, GTB, кстати, да? Да. Которую взял Gilex. Тоже ее можно сниговать на полный привод. И чего я вам советую делать. Как и Merz, который SLS впереди едет, который Black Series, по-моему, это. Он тоже, я думаю, что на пользу бы им пошло полный привод, если у нее не стоит. Хотя это бот, и они, знаете, по рельсам всегда едут. Но, тем не менее, если вы решите затюнировать сюда машину, тут, в принципе, особо советов никаких нет. Да, Ferrari чуть получше стальных будет ехать, потому что, ну, это Ferrari. Вот, но мой личный совет, если тюнингуете, забейте вообще на свап двигателя. Тут главное просто полный привод, потому что эти хрени, они неустойчивые, но при этом очень быстрые. Из-за этого происходят всякие сносы. Ну что ж, Peloton, с вами был Z. Присылайте мне видео с вашим прохождением сезонов. Я обязательно его воткну в следующий раз. Это пилотный такой выпуск в таком формате, где я с вами, с вашим видео вот так вот рассказываю вам обо всем. Фактически фристайлю, потому что сценарий писать очень трудно, потому что времени у меня мало на подготовку. И в следующий раз я поставлюсь сделать реально сезон за 5 минут, потому что, как вы знаете, это все-таки рубрика называется сезон за 5 минут. А я тут опять, наверное, уже наговорил намного. Так что, ребят, участвуйте в конкурсе. Запомнили, да? Подписаться на канал, поставить лайк этому видео. По желанию оставляйте коммент здесь. Ну и переходите к нам в Discord сервер. Ссылка на него в описании. Заходите, значит, туда и пишите свой порядковый номер. И рядом свой ник в Steam. Если вы думаете, что у вас есть Forza Horizon 4, а вам не нужна, вспомните о своем каком-нибудь друге, который тоже хотел поиграть. И я ему тогда дам, а он может тоже туда написать, зайти к нам в Discord сервер. И ваш шанс выиграть увеличится. Так что, ребят, всем удачи. Всех вообще люблю, целую. Вообще спасибо вам большое. Всем-всем пока. Всем всего приятного. Всем всего хорошего. Всем пока, Peloton. С вами был Z. Субтитры сделал DimaTorzok